Да, сейчас случайно, угадайте, короче, у нас традиционная игра, тут случайная цивилизация, уже лобби стартует, угадайте какая цива мне выпала, пока не угадываете какая цива, я экран не включаю. Я кикаю чела из игры за то, что он строил армию, специально воевать с нами там двумя было, ну тебе не нравится, что ты меня смотришь? То есть приходят мне, я живу так, как мне нравится, я никого не заставляю так же делать, но я не собираюсь подстраиваться под каких-то других людей, которые мне, я не считаю, что они правы. Для чего? То есть для чего мне это? Чтобы вы меня считали правильным? Да нет, мне это нахрен надо. Так, ну все еще до сих пор никто не угадал. Вариантов много, какая Венгрия, нету Венгрии в пятой циве. Так, что там? Хоть подскажу вам, скажу, что другим выпало. Другим выпала Америка, Франция, Вавилон, Швеция и Полинезия. Все, еще никто не отгадал. Я, конечно, мог пропустить, но вроде название цивилизации, знаете, так бросается в глаза. Да, вроде никто не написал еще. Ладно, я оставлю уже город, а вы не видите этого. Все еще не видите. Прикол, конечно, нет. Все еще нету, нету. Ну, чем вы по два раза пишите то, что уже называли? Я, в общем-то, уже только сказал, что Швеция... Швеция, Полинезия, Вавилон, Франция и Америка у моих соперников. Да, сложно, ребята. Понимаю. Уже первый ход заканчивается. Нет, все еще нет. Вы даже методом исключения не можете, да, выбрать? Сказал же Францию у соперника. Второй ход закончился. Прикол. Полинезия у соперников. Вы слышите вообще? Полинезия, Франция, Швеция, Вавилон и... И Америка у соперников. Да, прикол. Ну, уже третий ход. Идет. Сложная цивилизация. Наконец-то. Нарвал Unstoppable. Отгадывает. Марокко. Сложно было, да? Но смотрите, место вроде прикольное, кстати. На холме у реки амбарничек есть. Два камня. И пустыня такая, что... Я понимаю, что я не могу Петру построить, но и без Петра эта пустыня прикольная. И потом мы, может, даже дотянемся до... мрамора. Ну да, я душнила. Но у меня форточка открыта, поэтому... мне можно. Уже вот тут интересное место под город. О! Блин, котик. Вот тот, кто взял пантеон, тот Ватикан нашел. Видите, мне только 4 веры дали. Так, наверное, рабочего. Интересно, это полуостров или там проход? Было вообще круто, чтобы вот это внутреннее море было, прикиньте. Так, вообще, я еще ни одной руинки не нашел. Посмотрю, пока здесь. Это открою. Скорее всего, мы не будем сюда никакой город ставить. Так, лошадки есть. Даже две. У меня место хорошее. Мне нравится, например. Я майнинг, наверное, сначала. О, реально выглядит... Ты не увидел Коломбо первым ли я встретил? Но выглядит, как будто... Вот это внутреннее море будет. Казбы, в принципе, неплохие. Проблема в том, что они только на пустыне строятся, поэтому... Ну, то есть... Не так часто за Марокко их можно и построить, потому что и Марокко не в пустыне часто появляется. Опять Вавилон в... Ну, там, правда, не в соседях он был. Так, кто-то еще пантеон только что принял. Вера от тундры. Прикол. Какой редкий пантеон. Ну, просто, если у тебя... Столько голой тундры, то, мягко говоря, у тебя проблемы со стартом. И этот пантеон не поможет. На хорошую и приятную игру. Спасибо большое, Гроссман. Стараюсь. И благодаря... Хорошую и приятную игру равно D. Равно D. И благодаря таким донатикам... И почаще стримлю. Да, слушайте, внутреннее море. Отлично. Отлично. Если соль и олени на ту... Ну, типа норм. Но это норм. Это даже не круто. Это просто норм становится. Ну, походу, где-то здесь город, да? И... И где-то здесь город, например. То есть, Ветикан первым американец нашел. Судя по всему. Слушайте, а я ни одной из отуровинки не нашел. Кстати. Вот все плохо. Спасибо. Увидимся. Спасибо. 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 О, первая руинка Блин, Вавилон близко Ну, вряд ли он на это море будет ставить города, правильно? Ломбар надо открыть, мне кажется, здесь Потом уже каменную кладку и календарь Ну да, кто его знает Играют люди с альтернативным мышлением Я не знаю, что ему придет в голову Что угодно Там тараканы в голове устроят карнавал Блин, мне один ход надо что-то строить Потом только Сеттлера Ну, сюда, наверное, будем Это и от Вавилона далековато И защитное Ну, то есть, как вот этот город, если Вавилон решит на меня нападать? Проблема в том, что Вавилон может захотеть его где-то тут на реке поставить Ну, что, какой шанс, что он меня заберет рабочего? Я думаю, большой Не будем проверять Вот тут где-то Вавилон вполне может город поставить Кстати, может захотеть и вот сюда поставить, между прочим Ага Тут еще и горы непроходимые Ну, кстати, возможно, апельсины не вижу Я не вижу, чтобы тут был какой-то ресурс роскоши, чтобы сюда город ставить Медь Медь Но он захочет скорее где-нибудь, может, прямо на медь поставить Тогда меня это устроит Наверное, вырублю тут все-таки лес Так, мне надо как-то Осила защитить Надо возвращаться, походу Нет, так если у нас есть возможность под гору поставить Чего нам не поставить под гору? Типа, ты предлагаешь здесь Мы тогда дотянемся еще до овец До лошадей И вот до этих коров, да? Ну, кстати Возможно, даже сюда лучше идти меньше Ну, быстрее поставим город И как бы по картинкам реально тут Круче То есть тут единственный плюс Это гора Но она когда нам Сыграет свою роль Да, тут, походу, конец карты Я хочу вернуться копьем Что тут хрен пройдешь? Пангея А, хотя, кстати, я не знаю Между прочим Я там не смотрел даже настрой Да, Пангея, наверное, да Пангея Блин, вот это его там Гуляние скаутом Мне очень не нравится Он мне не дает Рабочим обрабатывать Что я хочу О, нормально Молотков тут будет А что, типа здесь Если я поставлю больше, что ли? Тут еще Может быть шанс Например, если война с Вавилоном То он будет не давать Обрабатывать Эти клетки Да, и через гору, кстати Артой вот этот город Хорошо берется А я ничего не могу сделать Арте Поэтому здесь реально Как-то даже и поинтересней Просто прям под меня Это внутреннее море Сделали Сделали Ну как не дойдет Дарты Мы же уже играли Позавчера Буквально Стрим Там не только дарты Там до атомных Бомб дошло Знаете, наверное, постою Пока здесь Короче, в итоге мы только одну Рынку нашли, да? Уже забыл, что... А, копье апнулось Нет, не попало На ютуб Наверное, светилище Так, а вот тут бы я постоял Подождал рабочего Только надо Наверное, вот на этом холме Стоять бы Он может и овец пойти Обрабатывать Одинаково, что овец пойти Может обрабатывать Что лошадей Блядь Придурок Так, а нам не календарь Знаете, я даже, наверное, сначала не календарь А охоту открою А потом календарь Ну, может, и у Мельбурна лучше, но... Просто сюда я уже не вернусь Понимаешь? Вот я тут походил скаутом Заберу рабочего И не вернусь Может еще Этому А тут варвары ходят Вот этот лагерь варваров Мешает Мельбурну и Ватикану Вывести рабочих То есть Пока вот этот лагерь варваров есть Пускай тут будет рабочий Но Но города их не будут выводить Просто Они будут сидеть Внутри Понимаешь? А здесь Никто не угрожает Тут тоже есть лагерь Но он мешает И Вильнусу Коломбо, типа, его не видит Поэтому Коломбо там может вывести Рабочих А здесь В Мельбурне и Ватикане Не выведет Субтитры создавал DimaTorzok Ну, третий Надо где-то тут ставить Вот где конкретно Наверное, вот сюда Мы таким образом Дотягиваемся до Меди Ну, возможно Скот я тоже передам От Маракеша Этому городу Плюс у нас Вот эти рыбы будут То есть Маяк будет на рыбы работать И, возможно, бизоны Мне кажется, вот сюда надо Выше Рабата Чтоб Вавилон его забрал Надо, наверное, идти вот этим лагерем Я думаю, что этот лагерь Даже должен у кого-то Рабочего спереть К тому моменту Как я к нему приду Возможно, уже спер Ну, и я надеюсь Что Ватикан и Мельбурн Захотят, чтобы я его зачистил В принципе, пока они не захотят Нету смысла Туда идти Даже так скажу Так, рабочий в Коломбо сидит Он внутри Пока этот вот варвар нападает Он будет там сидеть Убили Следующим ходом Должен выйти, наверное Да, кстати Где чудеса природы Ты имеешь ввиду Чудес природы Реально не видать И в той игре И в этой Да мы даже одну руинку Всего лишь нашли Мы нашли всего лишь одну руинку Блин, может мне тут лучше Уже поселенца делать А не амбар Хочу переключить, надеюсь Я хочу быстрых три города Понятно, да? Америка близко Но мне это кажется Не столица его А второй город Почему-то Блин, ну это где-то варвары Что ли рядом ходят Он не выводит Но он не должен видеть Этот лагерь Да, кстати Давайте, наверное Скаута туда Копейщиком вниз пойдем Так, американец У Ватикана Спер рабочего Вот он вышел Наконец-то Ну, видите Где я говорил Примерно там Вавилон и поставил город Логично Вот тут мне какое-то говно Ну, типа Вроде холмы есть Что-то такое Но какие-то Так, все места Ну и вот Этот рабочий у нас Как раз для этого города будет А вот и чудо Понятно Хайлас А, это столица Слушайте О, повезло Американцу 10 было 11 уже Мы 10 лет Каналу По-моему В прошлом году Праздновали Даже где-то Мы его Ну, типа Он нам тут никак не поможет Что там еще При золото и культуру За каждый торговый путь С другими цивилизациями Или городами-государствами Торговые пути А А они Если ко мне отправляют То тоже плюс 2 золота Получают Такая способность Юнит Получает бонусы Когда Дерется в пустыне В данном случае Ну, и на своей территории Еще И уникальное улучшение Казба Строится только На пустыне Да Вот и все Особенности Блин, не захватили Рабочих И не хотят Они, да Чтобы этот лагерь Ладно Что я такой Чтобы Настаивать Вавилон Лагает сильно Наверное Надо рабочего На холм Холм Обрабатывать Продолжение следует... Так, а какой нам пантеон брать? Мы что-то... Я сначала думал, кромлихи, но у нас, собственно, два камня всего. Так, сейчас бы не забыть в очередной раз и не потерять... ...жителя. Фолнхендж построили. О, полинезийцу. Я с ним встретился уже. Это он построил Стоунхендж, между прочим. Так, давайте железо открывать, чтобы можно было эти джунгли вырубать. Я пока тут постою. Подождем, когда ГГшки захотят этот лагерь зачистить. В смысле, почему? Если я его тут ставлю, его берет Вавилон. Как это он его берет? Таким образом. Да, кто не знает, кто играет, еще раз покажу. Америка, Франция, Вавилон, Швеция и Полинезия. То есть мы не встретили еще Францию и Швецию. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть выгонов. Еще, кстати, можно на медь и железо взять. Когда у нас там 18 мне надо набрать? А, 20. Я последний кто пантеон не взял? Вау. А, уже взяли, видите. Вавилон взял на каменоломне. Так что, у меня осталось либо выгоны, либо медь с железом, поскольку у нас железо будет. Ну вот что, разве этого рабочего сейчас не захватят варвары? Кстати, я могу выйти. Он должен сейчас на рабочего прыгнуть, и лагерь просто пустой останется. Вопрос, правда, забирать ли лагерь. Ну, естественно, Вавилон Геликарнас строит. Ну, что, мы без Геликарнаса, я не буду туда спешить. Нам хватит и того, что у нас будут камень и каменная мастерская. Мы не увидели, что у него там камень. То есть, у него, очевидно, вот там какой-то камень есть. Возможно, даже вообще мрамор. Давайте проверим. Нет, если бы у него был мрамор, он бы, наверное, его обработал. И не захватил. Ну, хер ты тут стоишь тогда? Бесполезно. Бесполезный лагерь варваров. Города государства не напрягает. Рабочих не воруют. На болоте сидят там своих. Может, это русские, кстати? Похоже, да? Не подсматривай за варваром. Нет, смотри. Я понимаю, что в ГГ первое ходит. Он должен был... Раньше захватить. Он же вывел сюда рабочего. Он уже потерял ход на этом холме. То есть, они должны были захватывать. После того, как он вывел. Но, так как он не захватил, то... ГГ-шка убрала. Так, ну что с железом? Не фонтан. Ладно, выгодно будем брать, я думаю. Так, ну что... Только сейчас он второй город поставил. Вау. Ну, что-то херня какая-то с американцем, потому что... Играть в один город и иметь четыре жителя... Это... Смотрите, у меня на трех жителях уже еще два города поставлены. А он на четырех жителях сидит. Он хоть... Традицию идет. Это че-то... Че-то не дует... Ну, как бы территория у него... Нормальная для роста. Еда-то есть. То есть... То есть... Думаете, что Вавилон пойдет во рту Чисто, чтобы вот этот город забрать А ничего, что Если он тут ставит арту, то у меня Например, фрегаты Ну хотя я не буду, наверное, во фрегаты идти Нафига мне на внутреннем море фрегаты Ну то есть, ради чего ему идти во рту Ради этого, он же и дальше не может пойти Ну то есть, серьезно Вы считаете, что человек пойдет во рту Чисто, чтобы вот этот город захватить Ну он поставил уже и третий Как-то, как-то долго Он позапрошлым ходом Нью-Йорк Видимо, прошлым этот поставил Как-то, не знаю, а чем он занимался Вот, ну вот смотрите Почему сейчас варвару Не захватить рабочего Вот почему Ну то есть, Мельбурн вывел Почему не захватили рабочих Сейчас, конечно, Мельбурн уберет Может, потому что я рядом стою Не знаю, давайте как-нибудь так встать Я, правда, тогда не буду видеть А, не, буду видеть Ну давайте попробуем тут стоять Мне надо, чтобы Варвары захватили рабочего У Мельбурна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Счастья нету, чтобы рабат рос О, получилось Так, ну на выгоды мы решили Брать Так, а вот теперь можно Возвращаться к росту Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому О, у нас лагерь варваров Вот, либо тут, либо тут Так, ну мы себе заберем уже Спасибо Жалко, что они так и не захотели Чтобы этот лагерь был уничтожен Ну этот рабочий сюда пойдет Апельсинки обрабатывать Так, ну и пошли караванчики делать Понятно, не в этом городе Так, рыбацкая лодка Я думаю, тут тоже нахер не нужна Давайте пока святилище Но я следующим ходом на библиотеку переключу, конечно Полинезию Полинезия, кстати, с другого края Приплыла Имею ввиду, что мы с ней встретились Потому что он через океан Способность Полинезии Он оттуда приплыл сюда Так, библа Поехали, наверное, так Все закроем Пока нам в философию Нету смысла спешить Вообще нигде библиотеки Не построены Мы даже города дорогами, наверное, соединим Тут вполне такая территория Что Это недорого будет в содержании Забрать Америкоса Ну, во-первых, он хост Начнем с этого То есть на этом Игра, возможно, закончится тогда Во-вторых Ну, я не вижу Мне кажется В данном случае Мне надо, типа, в развитии играть С другой стороны Мне надо его бояться Чтобы он на меня не пошел На арбалетах Тоже вариант Может такой быть Правильно? А вот и Швеция Так, слушайте Как-то плотничком тут все, да? А я хочу вот тут посмотреть Какой проход от американца Хоть к кому-то Если у него нету прохода То Я думаю, что нам бы Его бояться стоило Но у него Он последний по армии О, мы первые по производству Вместе со шведами И первые по... Это мы еще караваны Даже не пускали Нету места для четвертого города То есть, думаешь Надо Вашингтон четвертым городом делать, да? Море с севера Так, а тут же Вавилон все засвечивает Смотри, тут не может появиться Лагерь варваров Это засвечено То есть, вот тут только если Ну, смотри Мы точно знаем, что вот тут Тут где-то лагерь Пока вот здесь лагерь Здесь не могут появиться Не может появиться лагерь Ну, в принципе, да Стоило бы засвечивать, наверное Давайте найдем лагерь Вот он Только там в шести клетках Не может быть нового, да? Я бы, наверное, просто этот лагерь не трогал Значит, здесь они не появляются Так, вот так вот Так, вот так вот Коломбо может не дать взять Вавилон В каком смысле Комиссар Коломбо этот? Ой, инспектор Коломбо Он инспектор А, в смысле Вавилон мне помешает взять Коломбо Вот так имелось ввиду, да? Ну, в общем, не трогаем лагерь Он нам выгоден Его наличие выгодно Не знаю, Вашингтон как-то не выглядит интересным городом для захвата, нет? Так, а что я тут лошадей обрабатываю, когда надо апельсины? Не, не хочу пока Швеция ливнула Может, напал на нее француз? Ну, первая армия у невстреченного, то есть у Франции Ай, блин Блин, я же хотел переключиться здесь на библиотеку Пак Нифига мне тут вообще светилище, вот, в принципе В Марракеши надо какой-нибудь лучника, что ли, построить будет сейчас Ну, вообще, да ладно, достроим Уже один ход тут оставался В Бостоне сахар к чаю норм А, да, как бостонское чаепитие начало устраивать Правда, воды теперь в данном случае у него нету Бостон не на побережье Ну, да ладно Долго, кстати, Вавилон геликарнатский мавзолей строил, честно говоря Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, не выглядит пантеон на джунгле крутым Там, конечно, ну, это еще добавится, да Но я бы джунгли... Ну, ладно, на бананах можно не убирать Но джунгли рядом с рекой я бы убрал В итоге вот еще бананы Не знаю Как я и говорил, я бы на плюс 4 от чудо природы взял Ну, да, к Вавилону тут не пройти То есть у Вашингтона... У американца, считайте, я единственный сосед Блин, может забрать его Ладно Не, понятно, что он и так религию Но плюс 4 он бы еще первым и укрепил И он бы мог взять пагоды и мечети Тройку И быстро их и брал бы Но... То есть, грубо говоря, 2 пагоды Уже компенсируют вот эту культуру от джунглей И то Преусловие, что он постоянно обрабатывает Он же явно не обрабатывает эти джунгли рабочими У него 4 жителя в Вашингтоне Хрен знает сколько времени У него города вообще не растут Я уже молчу о том, вот эти поединицы Демография говорит, что я ее рву Я тоже считаю, что пантеонные чудеса То есть плюс 4 от чудес природы надо было брать Америка на минитменах Так это тут Территория не для минитменов Тебе не кажется? Холмов как-то нету Чтобы на меня нападать на минитменах Вон один холм У города и все Блин, и Вавилон тут Горами от всех отделен У Вавилона вообще зашибись Место Он просто от всех отделен горами Получается снизу И сбоку Давай построим 5 колясок И снесем амеры Колясками тут тяжеловато, нет? Арбалеты я еще Представляю А вот коляски, наверное, нет Да, я уже строю кольцевую дорогу вокруг Ну, кольцевую не буду Но дорогу вдоль озера строю Так, наверное, надо Аристократию взять Потому что мы реально Через 4 хода Можем уже Можем уже Нацколледж строить Аристократию Да, 10 молотков Давайте подождем хотя бы Чтобы он хоть что Как-то А, у Вавилона 10, 11 Странно, блин С таким местом Ну, типа, в рост, наверное Но он Он даже этот Долго очень строил Геликарнас Я бы, наверное, тогда На Вавилон нападал Честно говоря А не на американца Если уж выбирать Между ими двумя Между ими двумя Высадку к Вавилону Колясками ради контента Вообще В принципе-то Вот тут Если проходим Заодно с Коломбо Можно дань взять Какой-то оперативный Простор Имеется Господи Почему караваны на еду Потому что Караваны на еду Это производство Вы Какой-то прикол Люди Вы сколько лет В ЦИ вы играете Смотрите Смотрите Вам до сих пор Не понятно Что караваны на еду Это производство? Ну вообще Вавилон У него нету Стены иштар Вообще-то Начнем Да Колясками Стену иштар У меня даже где-то есть дуэль Где я за Вавилон играл А против меня Египет Египет Я пошел в традицию Потому что я думал Что Египет далеко А Египет в волю И ко мне ставил города И короче Приехал колясками А у меня была Стена иштар Ну и соответственно Эти лучники Вавилонские И метка Метка луки Ну и я отбился Потому что там реально Там реально Он город окружил Он там не знаю Колясок 6 стреляло Но Стена иштар За Вавилон Поэтому я и думаю Что лучше наверное Все-таки На Арбах на него Я на Арбах Вот на Арбах Я точно пойду на Вавилон Прям Инфа сотка Надо наверное Вот этот холм Купить Чтоб была возможность Что город сам Выкупит Медь Или мрамор Тварь обошла Вот так вот Чтоб я его не видел Может я убью Правда Следующим ходом Надеюсь Всяком случае Но он то есть Сейчас прыгнет на Лошадей Чтобы их разграбить Тут река Поэтому не сможет Сразу Роба там Я не должен Вроде его убивать Потому что Вот прошел Так чтобы его Не было видно И будет И главное Ко мне А не к американцу Ну почему Просто почему Ко мне Ух ты Медь За специи И шелк Шелк Мне даже нужен Зачем Отменил Ладно А может Достроим Уже Я как то Ускорить Не могу Да Давайте Достроим И после этого Уже Нац колледж Он отменил Потому что Я долго думал А что Подумать Нельзя уже Да Ракет Купим Видимо Сам Сам Город Не хочет Присоединять Колос Полинезия Что Ли Построила Да Ну и Петру Мы не можем Нигде Построить Ладно Еще в маяк Стоит Выдти Граничное По времени Предложение Было Он наверное Нашел где-то Еще Кого-то Этот Ресурс К этим Вавилону Не особое Место Где еще Города Ставить Посмотрите Сейчас мы Конечно Сверху Еще Глянем У него Нормальное Место Чего он так Медленно Все строит Он может На рост Переключался Но Теперь 10 Производства У Америки Было 11 Производств На последнем месте У Вавилона Ладно Дострою Уже Коляску Понятно Что я не буду Колясками Нападать Но Зато он тут Побегает А нет Я даже Наверное Фесси Оставлю Ой Спасибо Скаутом Побегаю В смысле Какие сады Если ты Про Висячие Сады То Они Уже Построены Зачем Вот мне Трирему В этом Почему У меня Компьютер Предлагает Трирему Строить Надо Уже Забирать Лагерь Не Мы в рынке Выйдем Это Деньги Заканчиваются Потому что Дороги Мы построили Немного Содержания Требуют Хотя Уже Больше Должны Давать А нет Минус Один У меня По дорогам Выполнил Задание Мельбурна Вот у него Еще Места То есть Вместо Вот этого Места Он поставил Город Вот здесь Понятно Серьезно Я не понимаю Смотрите Какое тут Производство Куча Еще Можно Вырубить А кто Нас Взял На Тундру Швед Взял На Тундру Пантеон На Это Мы Согласны Наконец-то Второй Раз Кинул Это Предложение Ну Ну У меня У меня Фест В Стремненьком Потому У меня Выбора Нету Типа А Какое У меня На территории Место Лучше Чем Фест Расскажи Может Я Что-то Не Понимаю О Дофига места Реально Реально Хорошие Места Ранно Вот Тут Надо Вырубить Другли И Поставить Ну И тут Убрать Болото Будет Город Сюда Расти Еще Наверное Надо Рудник Наверное Надо Будет Делать Дать Фес Расти Вообще Да Вообще Всем Надо Дать Ну Тут Надскорище Достроим Так Отходить А то Забрать Может Так Сколько Нам Там Осталось Два Хода Ну Не знаю Давайте Лучника Два Хода Построим По Армии На всякий Случай Последний Американец Демографию Ругу Я Постоянно Этот Кружочек Остался Ну Конечно По науке Побеждает И прочее Равных Тот Кто Раскормил Города Некоторых Цивилизаций Можно Быть Чуть Поменьше Типа Как Вавилоны Корея Потому Что У них Ну У них Дополнительные Ресурсы На науку Особенно У Кореи Редактор субтитров А У них Денег нет Мол Выкупить Может эти клетки О Сама Сама Выкупила Сам Фес Выкупил Болото Это Хорошо Но Мачу Пикчу Открывать Для Феса Рановато И он Еще Слишком Маленький Чтобы Я бы Скорее Инженерное Дело Открыл Чтобы Караван Как раз Можно Будет Фес Караван Отправить Ого Сука Тут Снега Навалило Да Непонятно Мне Почему Было Не поставить Тут Город Может он Четвертый Конечно Будет Туда Ставить Но По-моему Чем раньше Тут Поставишь Тем Лучше Он Точно Этот Город Лучше Чем Этот Нет Вы Серьезно Серьезно Вы Серьезно Не Понимаете Как Еда Конвертируется В Производство Смысл В том Что Караван Смотрите Каждый Житель Потребляет По-моему Две Еды Если Не Изменяет Память Да Две Еды Потребляет Соответственно Один Караван Вот Сейчас Морской Караван Дает Мне Семь Еды То Я Могу Трех С Половиной Жителей Посадить Чисто На Производственные Клетки Это Я Говорю Когда Мы Ну Когда У нас Минус По счастью У тебя Человек Написал Чего Ты Отправляешь Караваны На еду Если У тебя Минус По счастью Минус По счастью Не означает Что жители Прекратили Есть Благодаря Караванам На еду Я могу Переключить Жителей На Производственные Клетки То есть Вот На Железо На Медь Где Нету Еды Вообще Никакой Теперь Понятно Так Каракул Блин Тогда Гильдия Если Оракул Строим Да Придется Гильдии Открывать Ну Ради Морской Инфраструктуры Понимаете Да У нас Города На Воде Соответственно Производство Будет Если Морскую Инфраструктуру Возьмем А Оракул Нам даст Дополнительный Социальный Институт Но Бариплавание Берется Только Если Блин Вавилон Стену Великую Посокутка Какие-то Блин Вот эти Сидят Анально Огородятся Все И сидят Такие О Класс Зашибись Игра Вот Смотрите У тебя Тут горы Тут горы Зачем Тебе Великая Стена При том Что у тебя Производства Нету Периодически Последний По Производству Кер знает Мне Надо Вижу Стену Не вижу Да Колосс Давно Уже Построили И Великий Маяк Давно Построили Да Иду Чтобы Тут Засвечивать Реально Потому что Тут Могут Появиться Те Лагеря Просто Просто Через Стену Теперь Лезть Арбалетами Ну Так Так Неохота У него Конечно Вот эти Территории Не выкуплены Я могу Просто Сюда Заходить Отсюда Стрелять Ну Блин ПНЗС Можно Кстати Просто Арбалетами Вот Тут Высадиться И Ну Вообще Знаете Все равно Будем Нападать На Вавилон Стены Не Стены Америка Вообще Хрен знает Что там С ним Происходит Еды В два Раза Меньше Производство В три Раза Меньше Ну Двадцать Половиной Скажем Так Меньше Отстает И по Науке И при Этого У него Еще и Поддержки Нету То есть У него Города Маленькие Но Счастья Нету Как Как Это Так И Человек С Религии Сидит Что он Катя В религии Взял Ауизм На Продукцию Взял Нахрена Ты берешь На Продукцию Если Ты Последний По Производству Как тебе Процент Вот Сколько У тебя Там Шесть Шесть Процентов Шесть Процентов От Ничего Это Все Еще Ничего Ну да Иногда Еще Стену Строят Ради Инженера Кстати Аз Геликарнаса Торговец Да Он Еще Геликарнас Построил А У него Только Стена И Мазали У него Торговец Раньше Появится Чем Инженер И Он же Никак Не Может Отменить Этого Торговца Дело Что-то Ему Надо В Мастерские Не Мне Кажется Ее Торговать Раньше Должен Быть Лучше Был Пагоды Взял Я Уже Это Говорил То Взял Был Пантеон На Плюс Четыре От Чудес Природы А В Религии Пагоды А Потом И Мечети Более Француз Построил Зачем То Оракул Ничего Не Строил И Тут Решил Оракул Построить Ну Тогда Нам Наверное Ну Ладно Открою Гильди Уже Один Ход Тут Остался Дальше Сюда А потом Может Прям В Арбалеты Собственно И Делаем Арбалеты Денег Мало А у меня Тут Вообще Все Плохо Потому Что Вроде С этими Срезами Все Окей Территория Не Выглядит Плохой В смысле Один Раз Два Три Четыре Где у него Один ресурс Счастье Четыре Реса Нормально Я тут еще не вижу Я думаю Что тут еще Может Какой-то Быть Двух Двух коней Сделать Чтобы Пограбить Вавилону Территорию Ну Может быть Может быть Я могу И Скаутами Ну Хотя Скаутами Со стеной Тяжеловато Будет Трриторию Двух коней Четыре Двух коней Трритория Вавилону думал сюда ферму лучше или тут убрать лучше пока уберу а зачем нам вашингтон забирать он никакой ну если вашингтон хороший город но сам игрок никакой а он хост там несколько вариантов он может меня кикнуть если на него нападу он может ливнуть что на него нападу это сломает игру ну судя по демографии нам нечего его бояться армию он не строит ну кстати да и не факт что проще павелон то среди как открыт просто вот мы тут вот я планирую так высадится вот здесь арбалетами и просто отсюда вот так нападать в открытую можно еще дополнительно тут подвести тут даже стена не работает а мы-то время кати полинезия шведа забирает при на швед понаставлял городов оказывается и ливнул интересная тактика у него была какая-то тактика у нее придерживаться ладно давайте реально двух коней построим чему нет он тут стоит лучниками стал чтобы тут город поставить ну вот давайте я не знаю вот даже вот реально где где конкретно лучник стоит разве тут не крутой город два амбарника ресурс роскоши еще ресурс роскоши но и они у него есть но торговать можно два железа куча дерева для вырубки лошади плохое место но вместо этого ставит почему-то сюда город как это место лучше у меня то я прошу офис говно но у меня меня просто не было куда ставить даже вот если не считаешь что нам нужны морские караваны разве где-то место есть лучше просто вот где у меня место лучше нет у меня просто никакого места попробуем таки мачу-пикчу тут из индию компании сначала строю чтобы деньги капали а пожители караван может сначала эти может караван в рабате им ходов тут два хода надо караван и караван причем в вес мы отправим а кто-нибудь вместо метка лука имеет смысл строить наверное а кстати конюшня до конюшню давайте я его потом наверное здесь и двух всадников и сделаем тут извините три резона конюшня даже вот 4 может быть да здесь конюшня в тему напоминаю если сегодня 150 соберем то я еще и во вторник буду стримить а сегодня только один донатик был маленький нема нормальный нормальный человек уже маленький имел ду маленькие знаете как в плане qq ный ну типа милый милый донатик так скажем да он не боится за рабочих смотри вот просто типа на у меня рабочих и жопой ко мне повернулись так что павелон не думает что я его задолбал дорогу строит конечно и что важнее дорогу построить чем плантацию на хлопке нахер на меня есть уже хлопок чё нам плантация дорога наше все дорога дорога ты знаешь так много а жизни моей непростой собственно если я любая пою это считается что я уже рашистом стал или пока еще норм или песни любые вообще нельзя ведь видел сегодня твиттере украинка в варшаве докопалась до белоруса который на гитаре играл воины света ну ляписа трубецкого в варшаве на русском языке пел докопалась он плане хера ты его на белорусском не поешь или максимум на украинском просто дни хер делать больше людям все все уже все все проблемы решены белорус в варшаве на русском поет воины света и правда там напихай напихали в комментариях в панамку типа те сами украинцы в общем-то типа честь реально делать нихер алексей это призыв к травле слабого донатя почему донатеров вообще нельзя травить да мы кстати без религии еще сидим рабат уже пришла религия америка ну нормально тоже он вот нам то что он взял зашибись потому что у нас как раз есть производство и соответственно мы получим процент от производства нам зашибись там кати француз которого мы не встретили какой-то огонек а мы на последнем месте по очкам так что нам наверно в любом случае надо вавилон захватывать хотя бы попытаться даже не знаю я бы хотел скаутов этих держать где-то тут наверно сюда куда-нибудь пойдем его на автомат уже поставлю там так и это мы фес отправляем как час вырастим я наверно включу конкретно произву а сути наверно можно уже сейчас мусором вырастет это не вырасти блин про бати коровок выкупить ну мне жалко пока денег он же в четвертом радиусе вашингтон не будет коров в выкуп он обычно города выкупают в четвертом радиусе если ресурс роскоши либо стратегический ресурс ровы не стратегически так что думаю что мы но он сам сам вашингтон их не выкупит а мне жалко денег сейчас тратит минут две клетки выкупать потому что на арбалеты лучше чтобы остались нет у меня ну пол третьего дня воскресенье как у меня может быть понедельник это у вас наверно уже понедельник дальше сюда схожу я думаю тут не будет прохода потому что шведа проход попросить кстати поленезийц не забрал тому шведа хоть какой-то город не забрал ну демография показывает что я пока все делаю правильно блин забыл в гильдию артистов посадить реально нет поленезийц на шведа напал точно поленезийц на шведа ну кстати да посла можно ну типа посольство открыть стокгольм как далеко ну в пятницу то я денежку заработал там по-моему сколько 160 или 170 набросали так что есть так сказать компенсация я же хочу не по дороге фес я же хочу через озеро приплыть и вот тут высадиться зачем мне дорогу из феса строить а блин вавилону вон швеция пускает караваны на деньги между прочим хотя вавилон с этого должен неплохо денег иметь зачем мне объявлять войну америкосу чтобы заключить мир и не понял а прикинь американец не захочет мир заключать я поимею войну с американцем которую не хотел а и и Отложим, мне надо будет сначала медкорейно делать, но пока у меня на ап только двух Но когда мы сейчас и стендю компани достроим, а потом еще мочу пикчу и посмотрим, как у нас плюс по деньгам будет Решат виду на жительство и кикнут из игры, если Америке войну объявлять, да? Да, тут сидят специальные люди, мониторят сети, смотрят, если кто-то в играх объявляет Америке войну Приходят и как минимум разговор ведут с вами неприятный Ну и конечно заставляют всякие русофобские вещи делать, само собой Никакой вменяемый человек в мире, если он не боится, что за ним придут, никогда ничего против России говорить не будет Я не могу сейчас, сами понимаете, не могу ничего хорошего про Россию говорить, потому что Вид на жительство лишусь и все специально Держат за яйки Можно теперь это вырезать из стрима и использовать как доказательство на рашидских видео того, как в Америке Какая в Америке свобода слова Я понимаю, что так в России говорят, я знаю, что так и говорят Думаешь, ко мне в комментариях мало приходят и говорят, что... Ну Блин, не соброшу, что в Марракеше строить Может, давайте цирку, уже счастья всего два Пенсия Не, почему? Я, по-моему, через год уже могу на гражданство подавать Так Наверное, после цирка еще буду меткалуки То есть уже на трех точно ап есть Подождите, он великую стену не в Вавилоне, что ли, построил? О, наконец-то город тут поставил Великая же стена дает стены тоже Я правильно понимаю Да Проводит walls for free in the city В which it is built Что-то я не вижу в Вавилоне стен Так что он реально не в Вавилоне построил Хотя странно Они же должны быть видны стены, что-то не пойму А нарисовано, как будто он в Вавилоне строил А где стены Вавилона тогда? Нет Смотри Великая стена дает стены в городе Понимаешь? Само по себе чудо не является стеной Но оно дает бесплатные стены в городе Как бы добавляет их Поэтому ну и должны быть здесь стены А как это не прорисовано? Это ж механика игры Ты в этом же идее Ты смотришь на город и знаешь, что в нем построено Ну вот в Бухаресте Вот стены, пожалуйста Это ж должно Ну вообще 29 силы означает, что там стены есть Все-таки они в Вавилоне не прорисованы именно Ну это дебильный бак, он мешает понимать Мешает понимать, короче В смысле? Я ж не могу больше никуда скаутом деться Я сейчас типа пройду здесь где-нибудь вот тут встану Еще вот это вот увидеть просто И все Блин, Полинезия хоть один город у шведа захватила Нет А зачем воевала? Так У нас три меткаря Деньги на них есть На ап я имею ввиду Ну можно пока четвертый поделать 3х7 280, да? Как раз два хода будем мастерские строить Вот почему он тут бирку поставил Вот почему он тут поставил Я задолбал вот это вот Так сделаю все Дань с ГГН Так, во-первых, что там Мельбурн хочет реально Генерала и парфора, а Ватикан Мрамор и торговый путь Я, может, с Коломбы соберу дань Кроме того, мне надо армию больше, чем у Полинеза сделать Не, вряд ли я соберу дань Я думаю, я так нормально накоплю Вот я сейчас Мачу-Пикчу построю О, какие-то задания выполнил Ну, видимо, чудо нашел Ну, Иерусалим, правда, мне нафиг нужен Так, а Вильнюс что? Полинезию хочет, да? Чтобы я нашел Может предложить Полинезии Ну, блин, неохота Не хочу, чтобы Мои города видели до До Возрождения Ну, когда они сами, собственно, и откроются Блин Ну, чтобы он не высадился сюда Да, про коней помню Ну, тут мы идем в морскую инфраструктуру Три производства на всех прибрежных городах Давайте Маяк откроем У нас в Песе и в Рабате Нормально В арбалеты никто не вышел Кстати, и... И в мастерские, и в гильдии никто не вышел, кроме меня Вау Ну, это они зря Конюшни уже построены В смысле, я не построю Я в Рабате построил Ты имеешь в виду в Марракеше? В Марракеше В Марракеше, типа Две клетки для конюшен Я не хочу Я... Скотт отдал Фесу Двихой О, «Ой, хорошо» В мастерскую Оно В мастерскую Ну, то есть Мачу-Пикчу точно наша, потому что в неё даже никто не вышел. Не знаю, что там кто-то её пытался строить. Её, конечно, могут заинженерить, но, по-моему... А у кого там Стоунхенш? Вот у кого Стоунхенш может заинженерить? У Полинезии. Сник-Атак, видели тут? Это, значит, у кого-то... О, кстати, Францию встретили. У кого-то... Эти... Крис-мечники индонезийские. Да, мне кажется, не надо мне дорогу из Фесса в Вавилон. Ну, во всяком случае, конкретно сейчас у меня есть чем заняться рабочими. Потом, конечно, наверное, придётся дорогу сделать. Города связаны были. Типа, сколько орбов на Вавилон нужно? То есть, с шестью, наверное, вот прям можно начинать нападать, но при этом ещё строить... Ещё строить. У меня просто денег сейчас на апгрейд только четырёх есть. Ну, соответственно, наверное, надо уже тогда открывать. Ещё один ход можно потерпеть. И когда мы их открываем, то уже начинаем строить прям сразу. Продолжение следует... Откуда на Вавилон готовится нападение? Три-четыре точки на мини-карте покажу, где-то вот отсюда, да кто-то торгует со шведом, кто-то с ним ресурсами торгует по всему, по всем параметрам на первом месте, то есть еда, производство, деньги. По солдатам вот-вот сейчас буду, а ну еще и по науке. Ну вот ненавижу людей, которые не отзываются. А, блин, мне нечего предложить. Ладно, мне торговать не с кем. Там, кстати, не укреплял религию еще. Вот будет прикол, если он укрепит каким-нибудь крестовым походом, да? Так вот, теперь открываем. Блин, два хода стало, а был один. Ладно, это из-за того, что в минус ушли, по счастью. Ну, по-моему, проще я могу просто в Марракеши начать следующим ходом метколуки строить. Это он потом превратится в арбалет. Кстати, у меня еще ни одного золотого века не было. Иду за золото. Да мне не надо больше золота. Он даже не хочет мне платить. Полочь шведская. Блин, а вот тут бы уже, конечно, на производство отправлять в Марракеш, но 4 хода ждать в мастерской жалко. Жалко. Блин, может колизей пока построить два хода? О, уже кто-то вышел в мастерские, но никто не вышел в гильдии. То есть в арбалеты один... Я как минимум на две техи буду опережать Вавилон в арбалетах. Так, 350 будет требоваться. Ладно, давайте колизей. Ладно. 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 Вавилон. Вавилон может акадскими отбиться от арбалетов? Вряд ли В смысле, пока арбы дойдут, он сможет их открыть Это как минимум 6 ходов Это в районе, ну, по моей науке По моей науке это 8 ходов для него А я думаю, что у него меньше наука, чем у меня Я не советую, что он вывел он Забыл про лошадей, да, надо 2 лошади, 2 всадника сделать Он, скаут вавилонский, в той стороне Забыл про лошадей Забыл про лошадей Забыл про лошадей Забыл про лошадей бля все-таки вашингтон выкупил четвертым радиусом коровы прикиньте ну и я не хочу не хотел деньги туда тратить я есть куда а вот и территория полинезии там какая-то гэгэшка хотела она начинает дорогу же строить этим рабочим на бархатных тягах подкрадуемся зачем полинезийцу предупреждать просто скаут стоит вавилонский наверно этим копьем пойду мешать ему а 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 или там или можно захватывать только одного за один ход я не помню я только начинаю нас вот я строю арбой дело в том что у меня медленное перемещение тут будет поэтому остальные смогут подойти а это еще и да только один можно а тут через речку это коломбо был я стал союзником коломбо зашибись мне повезло что этот рабочий коломбо был но мы поехали наверное коляской туда она мешается у меня появляется тут юниты здесь появляются я теряю ходы из-за этого а да еще великая стена чняк ну я надеюсь что я смогу еще этого рабочего забрать если если не скаутом так конем ига тут у полинезии армии тоже да кстати и счастье полное что благодаря тому что коломбо это очень в тему получилось можно даже дайте может но торт даже пока ней у меня гражданскую службу данный момент выгоднее открыть учетом у него скаут просто стоит он даже не будет его использовать ну давай заканчивай ход алфавит алфавит слышь слышь заканчивай ходить блин я полечиться мог но едут еще чей-то был убили вот тут мне немножко мешаются и и и и и Продолжение следует... 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 Нормально пока. Так, давайте, наверное, еще лошадь сделаем здесь. Продолжение следует... 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 Да, меня удивляет, что Вавилон эту клетку не выкупает Наземный караван удастся разграбить, если переместить арба, вряд ли Я думаю, что он тут у него бегает, если у него вообще караваны есть О, он вышел в длинные мечи, но не вышел в арбалеты Француз ливнул То есть остались только мы втроем, Вавилон, я и Америка Интересно, на кого же будет Америка нападать, как вы думаете? Ну, видимо, мне тут надо держать тогда Так, а что он взял? Защитника веры, что ли? Какая у него религия? Протестантизм Да, защитник веры Блин Протестантизм Он manos Чтобы он Wal-�� Он взял Этот Слушайте, может мне уже хватит арбалетов? Лучше рыцарей, например Лучше рыцарей, верно? Пятерси синхрон Лучше рыцарей, верно? Лучше рыцарей, верно? Лучше рыцарей, верно? Лучше рыцарей, верно? Длинномечником меня атакуют У него тоже еще генерал появился Продолжение следует... Не хватает добить. Ну как можно было... Вот так вот... Вот так можно было проиграть от арбалетов. Он еще и стену построил. Продолжение следует... Так, а шо, тебе торговец не нужен, что ли? Отлично. У него выкинуло торговца, потому что у него генерал еще в городе. Так, хорошо. Бизона... Как его... Разграбить. Не знаю, мне кажется, мне больше юниты не нужны. Надо что-то на развитие строить уже. Я просто пол... Половина территории... Павелона в моих юнитах. Нет, орбы не могут захватывать. Ну у нас рыцари строят, у нас три рыцаря. Я думаю, какой-нибудь дозабежит. Павелон. 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 Молодец, убил Убил арбалета маленького Тактически не сделал жертв Так может человек учится как раз Воевать Как вы можете научиться воевать, если вы будете ливать Когда на вас нападают Он где-то крепость поставил Он оттуда ждет нападение, поняли? Оттуда Зачем эта крепость? Генерал же больше просто Сам по себе бы давал Ну короче через ход видимо Забираем Мисклик? Какой же ты мисклик? Надо выбрать генерала, нажать, поставить крепость Нет, коляски не дает защиту Крепость защищает только Ну, юнитов ближнего Этих рукопашных Таково пехоту И Стреляющих юнитов Кавалерии Крепости не дают ничего Крепости не дают ничего У нас маяк вот до этой рыбы мы дотягиваемся, поэтому маяк строим Что ему этот арбалет сдался? Сдался Думаешь, прекрасная партия? Мне кажется, вы какие-то... Ну, то есть... Вообще Я удивлен, что я с таким местом, типа, первый по демографии был Потому что тут вот вышли Полинезия там и Франция только потому что они ливнули Это компьютер уже за них с бонусами Типа вперед вышел По-моему, скорее партия про то, как не надо играть Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, внутреннее море и караваны подняли, несомненно, но у меня не такие места... Ну... Я считаю, что у Вавилона точно круче на первое место... Особенно, если бы он города следующее... Нормально ставил... Продолжение следует... 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 У него есть план на победу, но он... Ну я думаю, что у него единственный план на победу Это в Минитмены выйти, я так понимаю А он в них не хочет уже... Ну, кто-то в них вышел Я думаю, что это он Ну, вот на этой атаке Или он будет сидеть в защите Нам тоже надо сходить Раз уж такое дело А я у Вавилона все чудеса забрал, захватив его город Петру хочет музыканта Может ей просто денег дать? Ну тут нету холмов И у меня великая стена То есть ему Минитменами Не знаю, ему еще через реку переходить Это мироприемство выглядит очень тяжким Дорогу тут строить от Робата Заодно Могу, кстати, сюда крепость поставить Какую-нибудь этих коровок отжать О! Никому не нужный караван Можно, конечно, мириться уже с Вавилоном Но пока, видите, можно караваны грабить Не, не хочу золотой рек Не думаю, что тут И он потребен Ну, и с рабочего еще привели нам А вы мириться хотели Ну, вернем в Вильнюс, конечно Еще счастье Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вильнюс мне дал фарфор И благодаря этому, походу Задания выполнились Ну, типа, что тут сидеть? Какая напряжется уже Переброска армии Представляете, да, как они по горным перевалам Такие маршируют И поют свои марокканские песни Субтитры сделал DimaTorzok Перез речку По холмам Понимаю Ну, конечно, копье с другой стороны Копье против рыцаря Конечно, нормально Субтитры сделал DimaTorzok Ну, да, так у него тут Как бы Я только не вижу, чтобы у него прибилд был какой-нибудь для мушкетеров Где, собственно, длинномечи? У тебя же деньги есть на ап Может, он где-то там спрятал их, конечно, в жопе У себя Yeah, might have a chance if you attacked me like Ну, короче, если бы я На 5-10 ходов позже его атаковал Он, говорит, у него был бы шанс Так он Ну, это очень долго он выходил, извините Вменить мы Спросить Ну, да Я не спамлю, правда, юниты Но у меня их так много, что Два арба за ход можешь строить Ну, так Хорошо, это ему поможет отбиться Но не победить же, правильно? У меня же производство выше Все, последний соперник сдался Ну, он как-то слабо развивался просто сам по себе Я даже не знаю, что тут комментировать, собственно, по игре Оба соперника очень странно развивались И Дать мне с такой территории напасть Спокойно заражить Я молчу о том, что я когда уже нападал арбалетами Еще никто даже, по-моему, гильдии не открыл То есть я единственный, кто открыл гильдии и арбалеты А он не мог в гатлинге выйти Тут, собственно, даже Ну, что-то Комментировать сложно Я даже американцу дал В игре остаться То есть по-хорошему Можно было на него нападать Я бы его забрал быстрее, чем Вавилон Просто он никакой Ну, я поэтому и нападал на Вавилон Что мне американцы Бояться нечего Францию посмотрим Давай Ну, надо, наверное, встретить Францию, когда он ливнул Не знаю, какой-нибудь ход 90-й хотя бы Уже комп мог всякого Наделать Вот 90-й Глянем, есть тут Франция Да, француз еще не ливнул Уже лезут Приватное сделал Я не представляю, как это Когда у тебя кто-то из соседей идет в арбалеты Ты даже предыдущую утеху перед арбалетом не открываешь Ну, тоже нормальный вполне Он ученого Это он великую библиотеку построил Да, ведь, сука, у него чудес Ну, я бы с Вавилоном, мне кажется, тут Его бы Погнал в итоге Но он уже универ Ну, вообще, по науке шел бы хорошо Видите, уже универы Он бы дальше нормально шел Там было бы интересно Если бы он не ливнул, было бы интересно, как я захватил Ему, кстати, захватывать некого То есть, Полинезия говно какое-то С кучей городов, я так понимаю То есть, не видно французу, как усиляться, например, дальше Я бы еще четвертый город где-нибудь здесь поставил Ну, в общем-то, на этом все Спасибо, что смотрели Играйте в умные игры Следующий стрим, видимо, в пятницу Все, слава Украине Живи Беларусь, всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому